я вообще считаю что идеальная форма правления это аристократическая республика как в 3 в как римская республика пример как сингапуре да как когда сенаторов не выбирают вот это это на мой взгляд отлично то есть демократия она вот внизу в ассамблеях сенат состоит из знатных людей которые по легенде там уходят к корнями в основании рима вот и концы и два консула которые по очереди правят где-то год потом сенаторы выбирают других от триумвир от тебе не нравится триумвир от какой первый-второй там их несколько было ну сама я их ненавижу то есть мне вообще и импонирует мне импонирует марк раз принципе как историческая личность то есть он очень крут но проблема в том что он ебанулся под конец жизни как бы то есть свидетельством этого является парфянский поход вот ну и собственно мне не нравится вот это вот популистский триумвират крас помпея и цезаря я их всех не люблю я краса не люблю за то что он ебанулся под конец жизни помпея за то что он обосрался когда цезарь перешел рубикон помпей вместе с львиной долей легитимного правительства римской республики бежал в грецию итоге цезарь занял власть вместо того чтобы просто прихлопнуть цезаря как только он этот самый рубик он перешагнул потому что у цезаря был ровно один легион это полная хуйня то есть конечно легион то много человек да заебись но это полная хуйня по сравнению с тем что было у помпея его и у всех остальных влиятельных людей которые принципе вот помпей побоялся побоялся потерь мирных жизней жизни 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 мирных жителей в римской республике не хотел там воевать на мирных территориях и сдрыснул в итоге но все по гигелю короче кто выявил страх смерти становится рабом кто не выявил становится господином в итоге цезарь становится диктатором сначала просто диктатором потом давит на сенат и меняется законодательство становится диктатором на 10 лет потом снова давит на сенат меняется законодательстве он становится диктатором пожизненно в итоге все приводит к развалу римской республики превращение в империю империя империи правит император император это фактически царь это в общем-то деградация сравнению со сложной трехпалатной системы правления которая работала переходить к системе правления когда семьи управляет один пахан это падение этот закат называется вот то есть следующий этап чтобы правил шаман всеми то есть но это только у вас на западе на проклятом считает что это падение у нас в россии это наш особый ну да потому что россия то она прошла уже пагубный путь демократии да в виде новгородской республики мы начали с этого понимаете переросли демократию все уже перешли дальше не ну кстати новгородская республика опять-таки отличная форма опять-таки фактически фактически аристократическая республика собираются влиятельные люди на вечер решают что делать дальше ничего никаких проблем вот то есть на мой взгляд очень просто на самом деле это все решить в сша то есть право за право голоса надо платить деньгами и сдавать тест все никаких проблем не будет то есть здесь согласен тест на компетенцию в касательно истории сша какой президент когда правил кем был вот на знание языка и арифметики и значит сам тест должен быть платный но там долларов 100 100 100 долларов нет ну чайка чай какую у него может быть вообще мнение хотя бы о чем-то принципе на мой взгляд неправильно вот да то есть вот аристократическая республика это идеальная форма правления по крайней мере в рамках того общества в котором я сейчас нахожусь может быть если бы скажу в китае у меня представление было бы другое я бы совершенно иначе относился бы к императору цинь шхуанди и так далее